Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! В этом видео мы с вами рассмотрим поразительную партию, которая была сыграна в финале тура чемпионов в октябре 2021 года. Белыми играл известный нидерландский гроссмейстер Аниш Гири, его соперником был чемпион мира норвежец Магнус Карлсон. Эта партия примечательна тем, что в известной дебютной позиции Магнус Карлсон применил очень неожиданный ход, в результате которого его ферзь оказался обмененным на три легкие фигуры соперника. И в получившейся позиции с нестандартным материальным соотношением пошла очень острая интересная борьба. Е4 сыграл Аниш Гири, С5, сицилианская защита. Конь Ф3, конь Ц6, слон Б5. Это система Рассалима. Черные играют Е6. Идея Карлсона состоит в том, чтобы подкрепить своего ферзевого коня королевским. Самым принципиальным за белых здесь является немедленный размен на Ц6, как нередко играл сам Магнус Карлсон. Но в этой партии Аниш Гири сыграл 2-0 и после конь же Е7 поставил пешку на Д4. Произошел размен ферзь Б6. Карлсон дважды нападает на белого коня, защищающего слона. Слон Е3 играет Аниш Гири и после взятия А4, подкрепляя белопольника. Белые уже готовы забрать на Д4. Эта позиция ранее уже встречалась. В партии двух гроссмейстеров Павлидиса и Кемпинского, сыгранной в том же 2021 году, черные пошли конь Е6. Но, конечно, сохранить лишнюю фигуру это им не позволило. Произошел размен на Ц6, слон бьет Д4 и после равной борьбы на 30-м ходу получилась ничья. Объективно лучшим в этом положении является защита связанного коня пешкой. После Ц3 А6 взяли, забрали конь Ц3. У белых полнейшая компенсация за отсутствующую фигуру. Черным не так-то просто нормально закончить развитие, прежде всего обустроить своего короля. Например, БА, Д5, вскрытое нападение. На Б2 брать нельзя, потому что последует ферзь Д3 с угрозой поимки ферзя. А после его отхода на Б4, конь Б5 с мощной угрозой конь Ц7. Тут у белых решающий перевес. Поэтому после Д5 нужно отходить только на Б4, не забирая пешку. Далее Д6 и конь Д5. Опять же, угроза вилки на Ц7. Взятие на Д6, слон Б6. Черная ладья идет на А6, конь Ц7 шах. И получается ничья вечным шахом. Но, идя на эту позицию, чемпион мира имел в виду нечто совсем иное. Вместо того, чтобы защитить связанного коня Д4, он неожиданно отходит им на Б5. Забирая слона и отдавая своего ферзя. У гири нет выбора. Нужно забирать на Б6 АБ. Получилась очень интересная позиция, в которой у белых ферзь. У черных же взамен три легкие фигуры. Конечно, брать на Б5 белые не могут. Теряется ладья А1. Но что же делать? На самом деле, от следующего хода белых зависит очень многое. Лучше было сыграть ферзь Д3, начиная охоту на неудачно расположенного коня. После конь Ц7 ферзь Ж3, вновь нападение, конь А3. Таким образом, белые получали возможность захватить инициативу. Но, конечно, уж очень большого перевеса у белых здесь нет. Но Анишгири десятым ходом допускает серьезную ошибку. Он делает ход конь Д2, нападает на коня Б5, так как ладья теперь уже защищена. Но позволяет фигурам соперника найти приемлемые позиции. После конь Д6 Е5, конь ДФ5. Конь Е4 играет Анишгири, присматриваясь к полю Д6. Конь Ц6, открывая чернопольного слона и нападая на Е5. Ж4 играет Гири. После конь Аш4, Ф4 и Аш5. Таким образом, Карлсон вводит в бой свою королевскую ладью. Ослаблять поле Ф5 продвижением пешки на Ж5 Гири не стал. Поэтому защитился ходом Аш3. Взяли, забрали и Д5. Взятие на проходе ладья А5. Черные намечают перевод ладьи в центр. Поэтому Ц4. Ф5 играет Магнус Карлсон. Он борется за поля для своих фигур. И тут Б4. Очень неожиданный и заслуживающий внимания ход. Таким образом, белые отвлекают коня соперника, ставят пешку на Д7 и заводят своего коня на Д6. Вынуждая чемпиона мира расстаться с сильным чернопольным слоном. Конь Ц6, уходя из-под боя. И в этой позиции Гири допускает еще одну ошибку. Это и не мудрено. Ведь создавшаяся позиция очень сложна. Точно оценить ее весьма непросто. Белым лучше было сыграть Ф7. Нападая на пешки ферзевого фланга. Но Аниж Гири пошел ладья АД1. Естественный ход с нападением на слона. Но тот отходит на Ц8. И после Ж5, конь Ж6. Постепенно все черные фигуры входят в бой. Ладья Ф2. Король Ф7. Шах. Конь ЦЕ7. Ладья Д8. Произошел размен. И ладья забирает на А4. Черные напали на пешку Ц4. Защита. И тут еще одно сильное решение от Магнуса Карлсона. Он играет Е5. Жертвует пешку для того, чтобы активизировать слона. Взятие. Слон Е6. Взяли. Забрали. Съели. Конь бьет Е5. Пешки белых стремительно покидают доску. Черные фигуры начинают доминировать. Ладья Е2. Ладья Ц6. Ферзь Е3. Конь 5. Ж6. Король Эш2. И слон Ц4. Ладья белых уходит из-под боя. Ладья Е6. Ферзь Ф3. И ладья Е4. Ладья Б7 играет Аниш Гирия. Но слон Е6. Черные максимально укрепляют свою позицию. Король Ж1. Шах. Король Эш2. И последняя белая пешка покидает доску. Группировка черных фигур создает очень большое впечатление. У белых, как и раньше, нет никакой контр-игры. Аниш Гирия вынужден просто стоять и смотреть, как Магнус Каусен постепенно выигрывает эту партию. Ладья Б6. Слон Д5. Ферзь Е3. Ладья Ж2. Король отходит на Аш3. И ладья Ж4. Белым, конечно, нужно очень постараться, чтобы сразу не проиграть этот поединок в результате какого-то банального зевка. Король Аш2. Ф4. Ферзь Д4. Ладья Ж5. Ладья Д6. Играют белые. И пешка устремляется на Ф3. Ладья Д7. Ладья Ф5. Становясь позади проходной. Ферзь Ж4. Простая угроза взятия ладьи. Но столь же простая защита. С нападением на ладью белых. Та отходит. Конь Е5. Еще одно нападение. Ф2. Играют черные. Король Ж2. И слон Д5. Шах. Печальная необходимость. Белые вынуждены блокировать пешку соперника королем. Но, как известно, король очень плохой блокер. И Магнус Карлсон простым шахом это немедленно доказывает. Продвигает пешку на Ф1. И тут Аниш Гири, не вытерпев мучений, решил просто сдаться. После взятия на Ф1 материальный перевес черных становится колоссальным. Вот такая замечательная партия, в которой обмен ферзя на три легкие фигуры, инициированный чемпионом мира, полностью оправдался. Магнус Карлсон постепенно консолидировал свою позицию и перешел в решающую контратаку, против которой Гири просто не имел ни единого аргумента. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.